здрасте ребятам сейчас мы с вами посмотрим схемы btg которые будут давать вам энергию из земли из антенны значит есть определенные условия при которых антенна землей будет работать и выдавать им хоть какую-то мощность есть схемы при которых у нас схемы будут будут давать им безграничную мощность но все будет зависеть от одного маленького нюанса ну давайте еще посмотрим конкретно про вот эту схему у нее есть базовые элементы в ней стоят которых от которых это будет зависеть сейчас мы посмотрим что у нас нагрузка 220 вольт хочу вам сказать сразу 220 вольт запустить от антенны не так-то легко окажется номинальная мощность почти 500 ватт 425 но и проблема сейчас в чем у нас будет заключаться давайте посмотрим смотрите когда вы делаете антенну всегда подключать ей в ей большие емкости фарад и больше можно вешать то есть я сейчас стоит у меня 100 микрофарад и у нас она ничего не происходит видите давайте я сейчас сделаю больше микрофарад и вот один микрофарад видеть идет давайте посмотрим то были мили фарад и походу не пойму или нано непонятно сейчас и сброс делаем 3 микрофарада видите у нас нагрузка работает на пол киловатта давайте попробуем убавить емкость и посмотреть что у нас получится 10 микрофарад видите так 11 микрофарад смотрим 13 20 50 70 уже почти 100 микрофарад вот у нас 100 микрофарад дальше 200 микрофарад вот 570 микрофарад можно сказать и больше можно сделать давайте фарад но это уже округлим как бы фарад у нас идет давайте поставим фарад с полу фарада у нас уже что-то начинает работать значит видите ли здесь когда стоит маленькая емкость вы эту всю схему не запустите если у вас идет 220 вольт еще одно главное условие при котором у вас эта штука будет работать это трансформатор который здесь должен быть очень очень повышающим так скажем здесь и притом смотрите первичная обмотка должна иметь 10 миллигенри то есть очень низкая индуктивность первичной обмотки и очень важно коэффициент трансформации на 30 то есть то что у вас там есть на 10 миллигенри нужно умножить на 30 и намотать это то есть это повышающий трансформатор должен быть естественно следующее то есть вот это вот когда вы поймете это у вас будет работать следующее что еще важно это конденсатор конечно от конденсатора у нас тут резонанс зависит который будет идти следовательно видите вот и 180 держал его и это нормально вот я уже здесь схему сделал приготовил просто ее чтобы на ней ориентироваться то есть у нас 180 нанофарад и у нас еще индуктивность давайте посмотрим влияет ли индуктивность хоть как-то на это дело да она тоже влияет но предел резонанса у нее такой вот что он особо не заметен то есть здесь убирать индуктивность вообще да у нас система будет работать но она будет работать не так как нужно это подстроечная резонансная индуктивность какой-то тип резонансом я не знаю но типы модуляции которые тут возникают говорит о том что есть некий резонанс вот в этом вот колебательном контуре и сколько можно с нее снять при 220 вольт 500 ватт ну умеренно 600 ватт то есть если сейчас киловатт попытаюсь снять не получится то есть но получится на это будет еле-еле работает система ребята эти показатели очень сходятся с теми которые проводились экспериментально в разнообразных образах которые здесь можно было сделать и все это реально совпадает из экспериментов тех людей которые этим занимались то есть можете делать можете не делать можете верить может не верить это ваше личное дело 182 нанофарад конденсатор показать вот на 2 киловольта его достать не проблема на пол на пол фарада достать конденсатор можно напряжение будет показать небольшой и это не полярный конденсатор а самый обыкновенный то есть не немного вольтажа и будет у вас с антенны все это работает и трансформатор специально намотанный можно попробовать там разные можно твс попробовать это дкс и тому подобное то есть кто спрашивал можно ли снять можно ребята это все фактическая мощность которую вы можете в данной схеме снять это импровизация значит как я определял данную импровизацию я знаю что у нас антенны всегда работают только с высоко емкостными конденсаторами это всегда и везде и не это не спрашивайте есть даже на поляр на полярный конденсаторах делают но полярные конденсаторы у нас не очень скажем так надо знать как их подключить и там это делается по-другому немножко значит я говорю что высокая емкость на антенне обязательно стоит всегда значит далее это вы уже поняли надеюсь эту схему вы запомните я просто вам показываю 36 миллигенри 182 нанофарад а и один фарад можно пол фарад антенна земля и трансформатор коэффициент трансформации 30 10 миллиген это самый минимум который здесь можно вывести вот здесь вот на настройке это понятно то есть ребята это реальная вещь это практически доказанная значит как я доказывал значит смотрите я брал схему которая сеть игра я искал что там у нас имелся трансформатор в его схеме если вы помните я вам давал у нас имеется какие-то там конденсаторы может быть один фарад конденсатора как раз который был ближе к антенне это и был тот самый конденсатор с высокой емкостью в виде виде электрета то есть я его импровизировал сделал таким образом то есть без этих элементов эта система не работает то есть повышающий трансформатор и некий высокоемкостной конденсатор может быть даже электрет и колебательный контур для резонанс для то чтобы система работала более-менее вменяемо так скажем и понятно от чего что идет то есть вот такая вот схема у нас есть она рабочая значит кто хочет запустить светодиоды от антенны хочу вас обрадовать симулятор показывает большие возможности при том без вообще заморочек каких-либо вот у нас светодиод будет предположим и будет антенна землей но есть одна проблема скажем это не совсем проблема у нас напряжение будет всегда здесь равняется 7 вольтам почему потому что в атмосфере высокое напряжение такое как многие думают не не будет существовать вообще в природе то есть хотите снять много-много киловатт на базе низкого напряжения вот светодиоды у вас до 7 вольт будут работать свыше 7 вольт они будут уже очень плохо работать то есть кто не понимает о чем я говорю поясню берете одну антенну ставите светодиоды вторую антенну светодиоды третью антенну то есть это как бы общее понятие вам сколько здесь можно снимать 100 ватт 1 киловатт дальше смотрим может что можно снимать давайте попробуем 100 киловатт снять да вот у нас 100 киловатт работает это реально физически да ребята реально вы думаете в атмосфере очень мало их зарядов нет ребят не проблема то есть кто-то говорил я контейнер заземлению подключал светодиод и у нас сгорело пожалуйста ребята можно зажечь что угодно то есть сколько угодно но только ни в коем случае не превышать напряжение если вы думаете что напряжение зависит вот от напряжения на антенне и я с вами немножко не соглашусь давайте сделаем 400 вольт на антенне что у нас изменится на нагрузке я вот повышаю напряжение нагрузки ничего не поменялось видите всегда есть какой-то формат напряжения под которым это все работает то есть надо понимать почему это здесь изобразили просто так это делать не нужно то есть я вам говорю хотите зажечь много сантенны вы это легко зажгете но никто никогда напрямую с антенны посредством высокоемкостных конденсаторов этого сделать еще не смог никогда поэтому сами думайте ребята высокая емкость не подразумевает никогда высокое напряжение то есть это нереально сделать а если вы хотите сделать через трансформатор то я вам показал ту реальную мощность которую реально можно снять через те компоненты которые были указаны в схемах просто симулятор это так более-менее переваривает так скажем это ответ на ваш был вопрос насчет 100 киловатт ребята ну кто не пробовал покупать миллионы миллиарды светодиодов подключать их контейнер тот будет говорить что это нереально плюс еще не забывайте ребята здесь нужно учитывать сопротивление нагрузки здесь она не указана я думаю если вы здесь поставить общее сопротивление здесь немножко все просядет поэтому здесь надо всегда это учитывать на этом пока все ребята изучайте это все интересно удачу